Объективный рост евроскептицизма с какими трудностями Евросоюз столкнется в 2019 году 3 января 2019 года 13.52 Надежда Алексеева в 2019 Великобритания выйдет из состава Евросоюза Кроме того, в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент Как подчеркивают аналитики, по Брекситу еще не решено множество острых вопросов А выборы в Йоб станут генеральным смотром для евроскептиков Реформировать Евросоюз требуют и еврооптимисты Во главе этого тренда стоит президент Франции Эммануэль Макрон Который поднял вопрос о формировании европейской армии Политологи считают, что существуют объективные процессы, мешающие дальнейшей интеграции ЕС А значит, Брюссель окажется перед выбором, по какому курсу идти Европе По евроатлантическому или по евроцентристскому? Наступивший 2019 год может стать очень непростым для Евросоюза Считают эксперты точковое декабрьском интервью Известный историк Кристофер Кларк констатировал исчерпание будущего для всего мира И не в последнюю очередь, для Европы Одна из ключевых политических фигур ЕС-канцлер Германии Ангела Меркель Продолжает проводить политику замедления политического времени В то время как президент США Дональд Трамп со своей импульсивностью и нетерпеливостью представляет полную противоположность германскому политику Отмечает Кларк С его точки зрения, будущее Евросоюза сегодня непредсказуемо До сих пор даже не ясно, как именно будет проходить Брексит Хотя до него остались считанные месяцы Перспективы же историк не исключил, что ЕС сократится до западноевропейского ядра От которого могут отсоединиться самые непредсказуемые на сегодняшний день страны Италия и Португалия Также по теме Курс на возврат суверенитета Почему глава МИД Германии выступил против размещения американских ядерных ракет в Европе Европа не должна стать площадкой для размещения американских ядерных ракет в случае выхода США из ДРСМД Об этом заявил глава МИД По мнению экспертов, кампания по поиску российской угрозы, развернувшаяся в последние годы на Западе, отчасти может использоваться как инструмент для восстановления былой сплоченности В начале декабря Комитет Европарламента по международным делам обратился к странам Евросоюза с призывом укрепить интеграцию и выработать единый подход по отношению к России При этом сегодня не все государства ЕС разделяют антироссийскую риторику Некоторые заявляют о готовности наладить сотрудничество с Москвой Особый интерес в этом отношении проявляют европейские консерваторы, набирающие все больше политический весовой прежде всего Это итальянские евроскептики из движения Лига Севера и Пять звезд, набравшие больше всего голосов на парламентских выборах 2018 года Многие итальянские евроскептики с самого начала критично отнеслись к антироссийским санкциям и не пересмотрели свои взгляды после прихода к власти По мнению вице-премьера Италии, лидера партии Лига Севера Маттиас Альвини, санкции ЕС являются социальным, культурным и экономическим абсурдом Удар по престижу в марте ЕС должна покинуть Великобритания Именно Брексит был основной темой декабрьского саммита ЕС Референдум о выходе Великобритании из состава Евросоюза, инициированный правящей консервативной партией, прошел в 2016 году По оценкам экспертов, в правительстве Дэвида Кемерона не рассчитывали всерьез на то, что жители страны поддержат выход из ЕС Поэтому результаты плебисцита шокировали Тари, однако отступить консерваторы уже не могли Это стало бы свидетельством их полного политического провала Также по теме Прививка от попыток покинуть ЕС К каким последствиям может привести Брексит без сделки между Лондоном и Брюсселем Евросоюз отверг ключевую идею премьер-министра Великобритании о создании независимого механизма для решения вопросов по Брекситу Оп! Бремя переговоров с Брюсселем легло на плечи Терезы Мэй Несмотря на все усилия Лондона, заключить выгодную сделку с Евросоюзом ей не удалось Слишком много противоречий породил развод Великобритании с ЕС Промежуточные договоренности были достигнуты Например, Лондон обязался заплатить Евросоюзу 39 миллиардов в счет ранее принятых обязательств перед европейским бюджетом Однако основной спорный вопрос О границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия Остается неурегулированным Дублин и Брюссель настаивают на сохранении прозрачного погранрежима на острове И проведении таможенной границы по Ирландскому морю Но в Соединенном Королевстве называют такой вариант ползучим сепаратизмом Как отметил в интервью А.Т. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ММА имени Примакова Ран Константин Воронов Бриксит поднял очень важные для ЕС институциональные вопросы В том числе и относительно того, как Европа в дальнейшем предполагает строить свое будущее Бриксит стал ударом по престижу Евросоюза Концепции непрерывности евроинтеграции С другой стороны, не исключено, что Бриксит сделает ЕС более однородным Так как евроскептики, тормозившие евроинтеграцию, будут ослаблены Пояснил эксперт в интервью А.Т. Придется ужиматься у Брюсселя Возникли разногласия и с рядом других стран, участницы ЕС, в частности с Венгрией Брюссель обвиняет премьер-министра Виктора Арбана в нарушении прав неправительственных организаций В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию об угрозе нарушения Венгрии основных принципов ЕС Если делу будет дан ход, Будапешт может лишиться права голоса в Евросоюзе Седьмая статья Лиссабонского договора допускает применение такой меры Венгрия готова пойти на конфликт с Брюсселем, поскольку не желает участвовать в распределении мигрантов, прибывающих в Европу из Африки и стран Ближнего Востока Позицию Будапешта разделяют Чехия, Словакия и Польша Варшава стала объектом критики Брюсселя по другой причине После прихода к власти в 2015 году консерваторы из партии Ярослава Кочинского «Право и справедливость» начали масштабную судебную реформу В числе прочих мер судьям Верховного суда запретили занимать свои посты после достижения пенсионного возраста без специального разрешения главы государства В том, что истинная цель этого нововведения – контроль над судом со стороны правящей партии Наблюдатели и эксперты не сомневаются, так как новые правила непосредственно затрагивают около 40% судей, включая первого председателя ВС Малгажа Тугерсдорф, который не поддерживает ПИС Также по теме «Единство рушится», сможет ли Вашингтон помешать созданию европейского НАТО планы Евросоюза создать собственную, неподконтрольную НАТО армию вызывают всю большую обеспокоенность в Вашингтоне Постпред США при В связи с этим Еврокомиссия, подсчитавшая, что закон подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей, подала иск против Варшавы И в октябре прошлого года Европейский суд обязал польские власти приостановить судебную реформу Напряженность в отношениях Польши и ЕС достигла такого уровня, что председатель Европейского совета Дональд Туск даже допустил выход страны из ЕС на фоне Брексита Этот сценарий уже не кажется нереализуемым По мнению Кристофера Кларка, страны Вышеградской четверки могут стать следующими после Великобритании кандидатами на выход из ЕС Аналогичную точку зрения выразила в мае Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, критикуя курс Праги и предостерегая ее от политики обособления наряду с Польшей и Венгрией Если Чехия не будет активной в решении общеевропейских проблем, а ограничится лишь критикой ЕС, в будущем из-за этого у нее могут возникнуть проблемы, заявила Юрова, выступая на конференции вызова Европы Еврокомиссар пригрозила, что ЕС избавится от стран-индивидуалистов, как от балласта Константин Воронов прогнозирует, что в Новом году для Варшавы ситуация может усугубиться, так как Европарламент будет перераспределять бюджет на следующие 6 лет После выхода Великобритании европейский бюджет сократится примерно на 18%, соответственно, уменьшится и дотация, которыми пользовались страны Центральной и Восточной Европы, и им придется как-то ужиматься Вряд ли в таких условиях лояльность этих государств к Брюсселю возрастет, полагает эксперт Усредненное решение в предстоящем году Европу ожидает важное событие – выборы в Европарламент, проходящее раз в 5 лет Результаты предыдущего голосования встревожили сторонников евроинтеграции, впервые часть мандатов ЕОП досталась их оппонентам – евроскептикам Правда, их суммарное количество было все равно не столь велико, чтобы всерьез влиять на политику Брюсселя Однако в этом году евроскептики могут улучшить свои результаты По мнению Константина Воронова, выборы в ЕОП покажут, насколько укрепились силы евроскептиков и европопулистов Похожей точки зрения придерживается и руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы Иран Владимир Швейцар Выборы в Европарламент интересны прежде всего как некий срез общественных настроений При этом роль Европарламента преувеличивать не стоит, это не самая влиятельная структура, пояснил эксперт Также по теме обновления политической элиты Почему ключевые партии Германии теряют популярность 14 октября в Баварии состоялись выборы в местный парламент Согласно данным экзит-полов, партия ХСС, входящая в возглавляемый канцелером Если в 2014 году из 96 мест ФРГВЕ и справая партия Альтернатива для Германии получила всего 7 мандатов Как и социалисты из партии Левые, то на этот раз эксперты предрекают обеим партиям гораздо больший успех Молодые объединения стремительно избавляются от имиджа политических маргиналов Теперь их идеи становятся мюнстримом Старые же партии, позиции которых казались непоколебимыми, вынуждены пересматривать свою тактику Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, ХДС-ХСС Упал в прошлом году до рекордных 29%, а СДПГ – до 18% На этом фоне Ангела Меркель объявила, что не станет бороться за пост канцлера ФРГ после выборов 2021 года А также уступила пост председателя ХДС Анне Грет Крамп Каренбауэр Однако эксперты не уверены, что кадровое обновление поможет вернуть ХДС прежнюю популярность Впрочем, по мнению Владимира Швейцера, правые политические движения пока еще находятся на вторых ролях Не исключено, что такая ситуация сохранится и в будущем Даже в ФРГ, где большой резонанс вызвал успех партии «Альтернатива для Германии на земельных выборах», в общенациональном масштабе она имеет не более 13% поддержки У таких партий нет реального плана действий, способного составить альтернативы проводимому в ЕС-курсу Да, население во многом недовольно этой либеральной политикой, но не стоит ждать в Европе революционных перемен Коррекция будет проходить плавно Абсолютные ломки Евросоюза никто не допустит, придут к некому усредненному решению, считает эксперт Растаковка с альянсом с инициативами по реформированию ЕС выступают не только евроскептики, но и сторонники евроинтеграции Лицом этого движения можно назвать президента Франции Эммануэля Макрона Заняв пост главы Пятой Республики, он приступил к реформам как на национальном, так и на общевропейском уровне Политик выдвинул ряд инициатив, среди которых наиболее широкий резонанс вызвало создание общеевропейской армии, обособленной от структур НАТО 6 ноября Макрон заявил, что у Европы должна быть собственная единая армия, чтобы защищаться от Китая, России и даже от США Также по теме банализация Макрона Почему Франция разочаровалась в молодом президенте по данным соцопросов Свыше половины населения страны недовольны политикой Эммануэля Макрона Эксперты считают, что нынешняя глава Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию У нас должна быть и Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединенные Штаты Заявил он в эфире радиостанции Европ 1. Слова французского лидера возмутили Дональда Трампа, но встретили поддержку со стороны Берлина Против выступила Варшава Эксперты связывают это с желанием польской стороны выйти на первый план в НАТО и стать опорой Вашингтона в Европе Это явно противоречит общеевропейскому тренду После того, как президентом США стал Дональд Трамп, отношения между Брюсселем и Вашингтоном несколько осложнились Особенно европейцев возмутило требование США разорвать деловые отношения с Ираном после выхода Вашингтона из СВПД Однако, выдвигая идею автономной европейской армии, Эммануэль Макрон пока не может ответить на вопрос, каким будет дальнейшее взаимодействие ЕС и НАТО, считает Константин Воронов Без расстыковки с альянсом из этой идеи ничего не получится, подчеркнул эксперт Но у США есть очень большой набор разнообразных инструментов для того, чтобы проводить свою политику в Европе Американский эстеблишмент так или иначе продолжит участвовать в европейских политических процессах Показатель недоверия Если европейские реформы Макрона нашли понимание у ряда стран, то внутриполитическая обстановка в Пятой Республике остается напряженной Начиная с ноября на улице французских городов каждую субботу выходит сотни тысяч возмущенных политикой правительства граждан, которые выбрали своим символом желтый жилет автомобилиста Изначально причиной протестов стало решение властей ввести экологический сбор на дизельное топливо Несмотря на то, что официальный Париж пошел на уступки и отменил непопулярные меры, акции продолжаются По мнению Константина Воронова, выступления желтых жилетов нанесли заметный удар по позициям Эммануэля Макрона Похожей точки зрения придерживается и Владимир Швейцар Акции желтых жилетов – показатель недоверия, которая питает население к политическому эстеблишменту И в этом отношении это часть того же явления, что и популярность евроскептиков Европейцы недовольны тем, как работает сложившаяся система, считает эксперт Но даже если Эммануэль Макрон сможет пройти без потерь зону политической турбулентности, нет никаких гарантий, что реализация его идей поможет разрешить кризисные явления в ЕС и качнуть маятник в сторону еврооптимистов, считает Константин Воронов По его словам, учитывая сложившуюся в ЕС экономическую ситуацию, Брюсселю нужно думать не только о перспективах, но и о том, как залатать старые бреши Евроскептицизм возник не на пустом месте, и дело не только в политических амбициях евроскептиков Существуют объективные процессы, мешающие дальнейшей интеграции ЕС, считает Константин Воронов По его словам, евроинтеграция перестала давать те преимущества, на которые рассчитывали страны Исчерпали себя четыре базовые свободы Перемещение товаров, капиталов, услуги людей Перестали подтягиваться до общего уровня экономического развития Слабые, относительно недавно вступившие в ЕС страны Недовольные жители ведущих стран Евросоюза, которые чувствуют, что вынуждены нести на себе все издержки и бремя европейского единства Все хотят другой евроинтеграции, а не той, которую им предлагают Поэтому рост скептических настроений, объективный, а не субъективный процесс Борьба за будущую концепцию Евросоюза, евроатлантическую или евроцентристскую, только обострится, подытожил Константин Воронов Субтитры создавал DimaTorzok